здравствуйте в эфире студии репортеры я проведу я александр весьма сегодня мы продолжим говорить про реставрацию карантинного спуска и в гостях у нас автор проекта по реставрации карантинного спуска алексей шкурат лёша здравствуй да привет да не в первый раз мы встречаемся с тобой в этой студии но чаще всего по хорошим поводам сейчас сам сам рейтмотив хороший но тем не менее условия которых прибывает сам карантинный спуск нехороший учитывая что ты имеешь прямое отношение к его преображению но увы и в прошлом и в будущем да но вандалы посчитали иначе и немного скажем так конечно то состояние в котором сейчас прибывает карантинный спуск но скажем так не из лучших да просто можно вспомнить там четыре года назад как будет карантинный спуск и так как видит сейчас этот спуск да и мы можем увидеть что разница невелика буквально недавно наш городской совет объявил конкурс который называется общественный бюджет и я подумал это хороший шанс для того чтобы с помощью городского совета преобразить карантинный спуск дать новый виток истории дать новое дыхание вот поставить там и скамейки и поработать с освещением и пандусы сделать для родителей с колясками которые ездят да почему потому что на сегодняшний день довольно таки большая проблема все кто спускаются по карантинному спуску с колясками или поднимаются вынуждены идти по приезжей части то есть это большая такая вот проблема даже давай сделаем чуть-чуть такую небольшую справку собственно по карантинному спуску как говорится 2014 год да да ты со своей командой собственно побывал на месте посмотрел что да нужно что-то менять и собственно стены которые вот ограждают сам карантинный спуск преобразились они налились новыми картинами которые относились к старой одессе да 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 и радовали они одесситов собственно получается два два с половиной года пока собственно вандалы не пришли радовало то что мы преобразили карантинный спуск не только одесситов но и туристов за словно все как только появился карантинный спуск со своими силуэтами начали приходить и гиды с группами рассказывать о том что здесь снимались какие-то фильмы а на сегодняшний день вот он выглядит вот так вот и миллионы селфи появились в сети интернет но за последние вот эти несколько лет поняла надеюсь что сейчас она выглядит как выглядит да хорошо и насколько я понимаю нужно не маленькая сумма для благоустройства дело в том что нужно большая таки сумма для того чтобы отремонтировать стены для в том что там получается район где круглосуточная влажность повышенной потому что недалеко от моря находится карантинный спуск вот нужно отремонтировать стены мы хотели отремонтировать дорогу чтобы город подключился вот посредством общественного бюджета и отрез отремонтировать дорога то есть каждый боже а мы это кто вот давайте чуть-чуть мы это не только ты это еще как команда то есть мы единомышленники то есть данный проект прописывал я как как художник а часть команды большая часть команды это фонд развития одессы а вот мы объединили усилия так как у нас единые взгляды по поводу того что одесса должна преображаться то есть одесса должна быть аккуратненько и красивенькой ухоженной вот и перед нами стоит такая цель чтобы одесса вот выглядел должным образом так и сумма мы не назвали сумма это понимает в районе 5 миллионов гривен да то есть это приблизительная сумма который на наш взгляд могло бы хватить почему потому что благоустройство входит большая часть этой суммы да то есть 90 чем-то процентов это нужно отремонтировать дорогу стены пешеходную зону создавать скамейки освещения то есть это в общем то большая часть этой суммы уходит именно на вот это рисунок это постольку поскольку когда идет речь о таких бюджетах то есть это мизерная доля всего-навсего хорошо насколько я про если мы сравним с похожими проектами которые может другие города других странах то есть там это насколько там это практикуется и насколько действительно при составлении проекта где-то подсмотрели но в хорошем смысле конечно подсмотрели составляет детали космическими чем 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 вдохновались при составлении такого проекта собственно именно изначально когда мы создавали картины на картинussные сейчас сейчас когда вот эти проект чем вдохновлять да ну собственно посмотрели что вот есть похожий картин спуск мы можно из каком-то другом городе действительно есть ландж зоны где вот это все-таки заасфальтированно красиво ну практически в каждом городе если мы возьмем там соединенные штаты америки или любой европейский туристический город всегда существует в общем-то районы или те или иные улицы которые в общем-то оформлены элементами стрит-арту а вот тогда когда мы вдохновлялись то есть мы подумали почему одесса не может стать таким городом вот в любом случае мы сейчас работаем еще над рядом других проектов где мы хотим превратить целые переулки в арт-объекты вот этому вернемся но единственное что давай подытожим конкретно эту тему проект есть он выставлен на онлайн-платформе социально активных гражданин нужно нужно лишь голосовать да вот сейчас я знаю что пока это не очень активно но собственно есть возможности подбодрить одесситов голосовать конечно хочется сказать что карантинный спуск это неотъемлемая часть исторической части нашего города и от нас от вас дорогие одесситы зависит в общем-то как карантинный спуск будет выглядеть в ближайшее время люди заходят на онлайн-платформу социально активных гражданин они видят вот таким названием карантинный спуск на название проекта там легко можно зайти на сайт citizen не надо копаться ими да это достаточно в поиск можно вести карантинный спуск сразу же высвечивается проект за 2018 год вот заходим на этот проект и голосуем перед этим необходимо зарегистрироваться то есть там есть определенная форма для регистрации форма очень простая всего лишь несколько шагов и бояться не стоит вообще я думаю вот регистрируемся и голосуем хорошо голосование будет проходить до до 18 12 2018 года целый год есть 18 то есть есть четыре дня 4 дня осталось вот и за эти четыре дня можно переменить ситуацию кардинально между прочим так чтобы проект действительно заслужила надеется доверие одесситов и поддержку городского бюджета до номер проекта кстати 18 02 для того чтобы ускорить поиск можно просто вести 18 02 а ну замечательно хорошо а теперь мы хотел бы я поговорить с тобой о других проектах которым которым ты имеешь прямое отношение а то что ты сказал про одесские дворики расскажи мне вот такой хэштег родился обалденный такой проект для одесситов и туристов в чем суть проекта это отреставрировать арки дворов в центре города сделать в первую очередь так чтобы там не было вот этой вот свисо свисающей проводки множество каких-то блоков питания там каких-то счетчиков там и непонятных труб то есть хочется сделать так чтобы заходя во дворик каждый одессит который живет в этом дворе получал в какой-то определенной эстетическое удовольствие то есть каждому одесситу было бы приятно тогда ты заходя в параду там ту или иную то есть чтобы было красиво и ухоженный аккуратно и в конце концов туристов проводит по этому улицу суть проекта одесские ордворики это отремонтировать все в этих подъездах арках спрятать всю проводку все коммуникации сделать новое освещение и преобразить стены и потолок этих арок рисунками сюжетная линия может быть совершенно разнообразная в чем суть в каждом практически дворе центра города проживал тот или иной одессит который прославил наш город который внес те или иные полезные моменты в науку в искусство и таким образом этот проект еще несет образовательный характер что это значит то есть мы можем изобразить на стенах какие-то сюжетные линии которые будут говорить о том что вот здесь вот жил например уточкин тогда там хавкин жил там или пастер жил или там известные писатели нашего столетия там предыдущего столетия там и так далее то есть таким образом заходя во дворик даже туристы до которые в дальнейшем планируется что будет создан туристический маршрут по центру города в этом помогает александр бабич это компания туда-сюда и вот как раз это нацелено на то чтобы жителям этих дворов было комфортно и хорошо и поднимет наш туристический потенциал на международной арене как можно поддержать проект очень легко также зайти на проект социально активный гражданин тоже ангелы гражданин да и проголосовать проект называется одесский арт-дворики и номер проекта 2111 то есть там 1802 здесь 2111 до 18 и сколько есть также четыре дня да да хорошо такой вопрос будет предположим вообразим страшнейшее и не получится успеть до необходимой даты набрать не нужное количество голосов будет ли еще возможность поучаствовать каких-то конкурсах на на поддержку городскую я думаю да дело в том что все время проходят там те или иные проекты конкурсы для одесситов которые в общем-то не безразличны к своему городу и я думаю спокойно можно будет присоединиться к тому или иному проекту и в общем то есть если сейчас вы получите необходимую поддержку и финансовую то когда можно когда проект может запуститься в основном грубо говоря это не мы получаем какую-то поддержку получают поддержку проект проект конечно получать поддержку проекта есть там есть определенное количество алгоритмов до посредством которых выбираться там подрядчики которые потом реализовывать этот проект то есть не обязательно что это мы будем реализовать я помену задача как активного 10 который любит свой город в общем-то запустить волну и как говорят американцы называется шоу-раннер но главное чтобы его поддержали этот проект да но я веду что с сам сроки от момента получения финансовой поддержки до завершения проекта он чем раньше тем лучше я имею что сколько по идее были конечно взяли мали вариант учитывая тот факт что этот этот проект рассчитан на одесситов и туристическую аудиторию то соответственно лучше чтобы этот проект был запущен где-то в период весны и и реализован соответственно для чего для того чтобы в разгар туристического сезона уже проект был реализован и соответственно гости нашего города могли увидеть красоту своими глазами сфотографируются и миллионы фотографий социальные сети выставить и сказать как в одессе здорово и классно и это здорово спасибо большое лёша что посетил нашу студию мы пасе его мы подняли немаловажную тему для одессы для облика одессы ну мы будем еще с тобой видеться неоднократно это была студия репортер и правил я александр весьма всего доброго до свидания